Ислам стал главной риторикой на поле битвы в президентской избирательной кампании во Франции. Кандидаты не стесняются использовать в свою пользу и, более того, подогревать антимусульманские настроения в обществе. Крайние правые кандидаты Марин Липен из Национального объединения и особенно бывший эксперт Эрик Зимур часто выступают против ислама в обличительных высказываниях, ссылаясь на риски безопасности и терроризма, пишет Дейли Сабах. Зимур, который борется с Липен и традиционным правым кандидатом Валерий Пекрес за выход во второй тур против Макрона, произвел новый резонанс в понедельник, назвав город Рубе на севере Франции Афганистаном в двух часах езды от Парижа. Зимур сделал еще одно скандальное заявление. «Я не хочу слышать голос Муадзинова в Франции. Если я стану президентом, то не буду». По мнению кандидатов в президенты, французы, которые являются мусульманами, должны жить по-французски и не считать, что законы шариата выше законов республики. Сообщения этих кандидатов иногда подхватывают представители правых консерваторов и союзники центристского президента Эмнуэля Макрона своими предостережениями против мусульман. Многие мусульмане, составляющие почти 9% населения материковой части страны, шокированы нынешним уровнем риторики претендентов на пост президента страны. Французские мусульмане опасаются, что подобные высказывания теперь станут нормой, ведь они все больше поддерживаются массовыми сообщениями в новостях и перенасыщают социальные сети. У меня такое впечатление, что сегодняшняя Франция плюет на моих бабушку и дедушку, которые боролись за ее освобождение, на моих родителей, которые приехали строить ее дороги, и на меня, которая соблюдает все правила демократии и интеграции. Для Камиля, работающего в благотворительной организации, теракты в ночь на 13 ноября 2015 года изменили все. Члены ДАИШ убили 130 человек в Париже и его окрестностях, в том числе в ресторанах и концертном зале Батаклан. Я расстался со многими из моих друзей, которые начали связывать мусульман с терроризмом. По мнению известного социолога Ахмеда Бабакера, плотина прорвалась, что привело к полному отсутствию сдерживания со стороны политических деятелей, обвиняющих мусульман в неспособности интегрироваться. Но французское общество все же не настолько расистское. Это политики гонятся за псевдорасизмом общественного мнения, не понимая, что на самом деле они его производят. Правительство Макрона в 2021 году также приняло новый закон для защиты Франции от того, что президент назвал исламским сепаратизмом. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова